Смогут ли герои 90-х встретиться сегодня? И помериться, у кого из них больше славы? Этой ночью в клубе опять будет жарко. Большой Бо приехал. И снова здрасте. Так что, качнёмся? Он же Богдан Титамир. Он же Кармен, человек-машина. Только в очень далёком прошлом. Эй, приятен, делай, как я! Делай, как я! В 90-х он оставил прежние песни, косуху и короткую стрижку. Сохранил только фирменный жест. Публика реагирует бурно. А в это время неподалёку вечеринка в стиле ретро. Группа Кармен и её лидер Сергей Лемох исполняют хиты многолетней выдержки. В зал хором поёт и Сан-Франциско. Это Сан-Франциско, городский телесняк. И Лондон Гудбай. И Лондон Гудбай. Всё так весело и хорошо, но Сергею Лемоху хочется большего. Так, давай сразу говорите. Ваши руки и ваши голоса всё время. Богдан Титамир и Сергей Лемох. 20 лет назад они вместе устроили в нашей стране сразу несколько революций. Музыкальную, танцевальную и ещё одну, тоже важную. Ну, вообще сексуальную революцию в этой стране я первую продвигал. Они тогда не просто проснулись знаменитыми, они даже не успели заснуть. В группе Кармен слава пришла мгновенно и застала врасплох. People, публика, всё хавает. Мне очень льстит, что многие даже стали подражать, то, что мы делаем на сцене. Кадры из совместного прошлого. Стадионы фанатов ждут в каждом городе. Но уже через год, в 92-м, Титамир почему-то решает уйти. Вернулся из Лондона уже один. И стал рулить уже сам. Став легендой после первых аккордов, так же внезапно и неожиданно их дуэт распадается. Закрывается дверь и все на выход. А это значит, что и нам тоже прощаться пора. Что случилось тогда, до сих пор остаётся загадкой. Они оба вот уже много лет почему-то избегают встречи. И каждый журналист знает, про Титамира у Лимоха лучше не спрашивать. Бывают принципиальные вопросы, которые лучше не трогать, потому что я очень резко на них пореагирую. Богдан Титамир о старом друге и тех временах тоже отчего-то вспоминает без ностальгии. Кармен это вообще был такой проект для меня вообще лоховской. С Богданом мы были меньше года. Вот так получилось, слава богу. Куда исчезал Богдан Титамир, как он живёт сейчас и что даже ночью он скрывает за тёмными стёклами. Тут придётся даже снять очки и сказать, блин, вот этот фонарь светит. С тех пор, как солисты Кармен разошлись, вернее разъехались в разные стороны, у них, кажется, не осталось ничего общего. Только любовь к дорогим и красивым машинам. Это моя любимая точила, мой хомерок, партизан. Я разные машины люблю, но на некрасивых я не вижу. И вот они оба заводят моторы. Может, их дороги, как и тогда, в 90-е, снова пересекутся. И сегодня впервые за 20 лет им удастся поговорить. Сегодня будет самое необычное из того, что я рассказывал всем. Девятый Кармен, едва появившись, дожгла так, что по всей стране начались горячие танцы. Их движения, даже самые откровенные, скопировали все. Может, после первой же такой вечеринки Богдан Титамир и сказал своё знаменитое «Пиплта»? Зажигательные движения солисты Кармен придумывали сами, вдвоём. Но сейчас эту танцевальную революцию Сергей Ленок вспоминает с улыбкой. Ну, вот это, конечно, детский сет, это смешно. Ну, просто тогда всё появилось, поэтому тогда это нормально смотрелось. А сейчас, конечно, смотреть вообще невозможно. И даже показать что-то из старого Лемох не решается. Движение – это моя профессия, так что бесплатно ничего не показывает. Вы получите хоть одного. Вот вы готовьте бюджет, приезжайте, я вас буду учить. Титамира Лемох встретил ещё в конце 80-х. Они были музыкантами, а потом решили запеть дуэтом. Но теперь, через много лет, у Сергея Лемоха своя версия. То, что он попал в коллектив – это вообще случайность. То есть, благодаря его администраторскому таланту. То есть, он без мыла везде влезет, поэтому... Я бы взял себе, например, директора с удовольствием или администратора. У него есть талант к этому. Вот и Титамир хотел вспомнить в прежние времена добрым словом, но опять не вышло. Просто мы были синергичные, и я качал новую тему. Огурец там, в деле, поспевал. Энергичных ребят, которые ещё не успели поссориться, приметил тогда Аркадий Укупник. И предложил начинающей группе записать альбом на своей студии. А уже скоро начал выступать на разогреве у своих учеников. На третьей песне тебя начинали кидать всякими предметами и кричать «Кармен! Кармен!» Им подражала вся молодёжь, но о том, что в группе творит что-то неладное, мало кто знал. Даже бывший продюсер о причине их ссоры мог только догадываться. Я примерно понимал, почему они расстались. Но когда ты становишься на эту дорожку звёздную, ты думаешь, что можешь всё и можешь как-то на себя тянуть одеяло. С тех пор, как дуэта не стало, Титамир или Мох друг о друге не хотят даже слышать. Много времени прошло, я вообще практически не помню, что он делал там и чем он занимался. Я его не видел сто лет и, знаете, не знаю, чего этого огурца. Но может сегодня они наконец встретятся и поговорят о старых обидах. Ну чё, идём встречаться с Серым? Серьёзный мужской разговор, мне кажется, здесь вполне... Ну а где он? Давай, чё, присядём. Сейчас позвоним, садись, брат. Спасибо. Пока он ещё не приехал, так сказать, видимо, я заменю его тебе. Или это ещё тех времён, слушай, клик? Приятно наблюдать себя молодым. Если НТВ, как говорится, нас с Серёгой замерит, хотя мы, в принципе, и не ссорились вообще. Просто так время нас раскидало. Нифига себе, ВТВ из-за денег разбежались. Когда подписывали мы с Гала Рекордс контракт, Серёга подписал, я долго там изучал его, советовался и не хотел подписывать. Там кабальные условия на 10 лет, там надо пахать было, отбиваться, там 5 или альбомов. Ну, короче, оттас. Ужасный, жуткий контракт. Я его слил. Давай замените Лемаху, чтобы законнектить. За эти 20 лет они даже не созванивались ни разу. Может, сегодня им удастся поговорить, а потом и вместе выйти на сцену. В 92-м Лемах стал единственным солистом Кармен, а Титамир начал сольный проект. И с тех пор ему уже не отделаться от этой фразы. После той, второй волны славы, Титамир внезапно исчез. Несколько лет о нём ничего не было слышно. Но теперь он снова выходит на сцену, записал новый альбом, и Титамира образца 90-х в нём уже не узнать. На гастролях он бывает чаще, чем дома. Валим по домам, валим по домам. Он назначил встречу в гостиничном номере, чтобы перед концертом рассказать кое-что о себе. Ну да, я ночной как раз стиль жизни веду. Клубы – это моя стихия. Я просыпаюсь уже в обед, там, приходил к себе. Дальше уже попёр. В Петербург Титамир только что приехал, и, похоже, удачно. В номере у Богданова, конечно, что. Так всё, не сдавай меня. А то девчонки вообще подумают, что я какой-то ловилас. Вокруг него всегда было много девушек, но в свои 44 большой Го по-прежнему холостяк. Всегда, как на сафари ночью, охочусь за прекрасными цыпками, за чиками. Перед концертом он спешит на закрытие недели моды и уже строит коварные планы. Мы здесь, как свои, можем проникнуть в любую гримерку, где переодеваются модели. Погулял, что-то примерил и тут же начал охоту. Ну, пока глаз я что-то ни на кого не положил. Вот две косушки идут, на платье. Смотри, длины волосы. Хи-хи-ха-ха. На фафосе. А потом нашёл самое удобное место. Здесь Богдан Титамир готов признаться всем поклонницам. Его сердце пока свободно. Это всё пиарится девчонки какие-то. Никаких жён, никаких свадеб. Звонит жена, наверное, звонит. Да нет, нет. Сейчас проверю. Йоу, what's up? Но когда рядом появилась она, Богдан, кажется, забыл обо всём. Конечно же, конечно же, конечно же. Красотка. Как тебя зовут? Маша. Маша? А я Богдаша. Что-то я знаю. Всё, будем знакомы. После свидания под Балдахином Титамир признаётся – вечер прожит не зря. Телефон дала? Да ладно телефон, так бы дала. Но через минуту он снова не смог пройти мимо скучающих юных леди. Альфа-самцов нужно чувствовать, девчонки. В отличие от Титамира, Лемоха всегда знали как примерного семьянина. У него две дочери, которых певец ограждает от сцены. Младшая, она закончила сельскохозяйственную академию. Вот она биолог по образованию, и я думаю, у неё перспективы очень хорошие. А старшая пока в поиске. О семье Сергей Лемох не любит рассказывать. Меня не рубят. Будут люди обсуждать мою личную жизнь или нет. Мне это вообще не интересно. Я делаю музыку, я музыкант. Вскоре после ухода Титамира из группы в Кармен появилась девушка-танцовщица. Она стала второй женой Сергея и больше 15 лет провела с ним на сцене. Девушка, которая работала, это вообще моя жена, и она мастер спорта по фигурному катанию. Сам Сергей тоже занимается спортом. В его танцевальном шоу без хорошей подготовки не обойтись, да и образ брутального мачо нужно поддерживать. За здоровьем теперь следит и Богдан Титамир. Он стал вегетарианцем и признаётся, что уже давно не пьёт ничего крепче брусничного морса. В здоровом теле, здоровый дух. И он уже не станет скрывать, что в его бурной молодости было всякое. Вместе с деньгами и славой в его жизни тогда появились наркотики. Я экспериментировал и попробовал всё. Ну, практически всё. Только самые там модные, последние, навороченные какие-то препараты я уже просто давно не экспериментирую, больше 10 лет. В конце 90-х Титамир исчез. Он уехал из России, и несколько лет о нём никто ничего не знал. Богдан путешествовал по Америке, тратил то, что заработал на концертах, и жалел только об одном. Там нет такого сафари. Наши славянские девушки мне ближе всего. В этот вечер тёмные очки он решится снять лишь однажды, чтобы сделать неожиданное признание. Снимаю очки, чтобы поверили, что детей у меня нет из известных мне. То есть мне никогда никто... Ну, может быть, я могу предположить, что они есть где-то, но мне лично никто не предъявлял. Если бы мне сказали, что у меня есть ребёнок, я бы обрадовался, например, и был бы счастлив. Так что пока одинокий, свободный и знаменитый Титамир снова заводит зал, но после концерта никогда не уходит один. По хатам. Когда гастроли закончатся, Титамир уже без новых знакомых вернётся домой. И согласится показать свою квартиру холостяка, где он живёт, работает и отдыхает от яркого света. В квартире у Богдана Титамира всегда полумрак, и сам он по ней почему-то не ходит, а ездит. На Сигвее он кружит по коридорам, и, кажется, даже дома, в халате и тапочках, он по-прежнему в образе эпатажной звезды. Я самый главный пейер. Первая слава, полные стадионы и знаменитый дуэт Кармен. Это всё осталось в 90-х. У Богдана Титамира и Сергея Лимога уже давно нет ничего общего. Ни песен, ни гонораров, ни поклонников. Кто из них теперь самый главный, уже не важно. Но, может быть, хоть один из них сегодня нарушит молчание и сделает шаг навстречу. Богдан Титамир звонит Сергею Лимогу. Впервые за 20 лет. Алло. Алло. Сергей, приветствую тебя, это Богдан. Здорово. Как поживаешь? Ничего, нормально. Может, договоримся, врубим мега-шоу совместное? Ну, давай, стряхнёмся, стариной, чё ты? Ты же артист. Мы каждый по-своему трясём, всё в порядке. Я не вижу совместного никакого там. Ты же крутой музыкант. И я 20 лет слышу от всех, почему, когда, и все ждут. Ты знаешь, я абсолютно другое слышу. Все 20 лет слышу совершенно другое. Давай так, ты подумай, сейчас ничего не говори. Хорошо, что у нас обид нет. Бой, ну как ты думаешь, если 20 лет нет, я думал. Между обид нет, давай оставим на этой ноте. Просто включи калькулятор, бро. Включи калькулятор и посчитай. Слушай, ну ты что-то, по-моему, куришь много. Чисто из-за, может быть, тебя фэны не возбудят. Давай возбудись, может, бабос. Сергей, а вы знаете, откуда сейчас Богдан с вами разговаривает? Разговаривает из студии НТВ, где программа «И снова здравствуйте» делает... Отлично. Меня зовут Глеб Пьяных. Сера, я тебя уважаю по жизни и респект за то, что мы в 80-е с тобой качнули. Спасибо, Боня. Если надумаешь, давай созвонимся через месяцок, окей? Да лучше лет через 15-20, тогда будет нормально. Ну ты закусился, говоришь, нет никаких обидов. Сергей, вы знаете, Богдан сейчас в оранжевых штанах. Мне кажется, ради вас он готов даже... Понравилось ему это. Не, ну на что-то закусился и не говорит. Видно, что-то серьезное. Может, я девушку у него отбил, но он не говорит, видишь, стесняется.